Девушки отдыхают Авторская программа Алексея Ледяева «Иллюзии и реальность» Итак, главная цель нашего служения – это спасение погибающих людей, это спасение погибающего мира. Если вас спрашивают, а что самое главное в новом поколении, вы должны отвечать. Самое главное в новом поколении – это не гейм и зовер. Самое главное в новом поколении – это не христианское правительство в Латвии. Самое главное откровение в новом поколении – это даже не наше процветание или исцеление. Самая главная стратегия – идите и проповедуйте Евангелие Царства Божьего всякой твари. Идите и проповедуйте Евангелие Царства Божьего по всему лицу земли, во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. То есть проповедовать Евангелие. И главное наше острие, главная наша цель – это видеть спасение погибающих людей. Все. Я – часть божественного плана спасения грешных людей. Все. Я должен быть вовлечен в эту программу. Прямо ли или косвенно? Евангелист я или попечитель? Проповедник я или учитель? Неважно, какое звено, какую структуру, ты представляешь, какое служение. Служения различны. Действия различны. И дары различны. Но Дух один и тот же. Это Дух Евангелия. Это благая весть, чтобы спасать людей. Вокруг нас, не спасенных людей, тьма. Вокруг нас, не спасенных людей, тысячи, тысячи. И еще можно продолжать тысячи. Неродные, не спасенные наши родные люди. Братья, сестры, родственники, соседи, друзья. Люди, которые вокруг нас, они в ад идут. Они добрые, они хорошие. Они воспитанные. Они нормальные люди, но они не в курсе, что если они не покаются и не будут рождены свыше, они пойдут в ад. Они просто однажды закроют глаза, утром не проснутся. И черти, их душу утащат в преисподние места земли. Люди не знают. Люди полны предрассудков и всякого невежества. Поэтому наша задача обеспечить самые благоприятные условия для нашего ближайшего окружения, чтобы люди могли познакомиться с Иисусом, чтобы они узнали о Нем. И, по крайней мере, наше свидетельство должно прикоснуться к их оголенной грешной совести. И чтобы человек, обличаемый Духом Святым, чтобы человек, обличаемый совестью, он мог сказать воистину, это мой Спаситель Иисус Христос. Амин. Что самое главное? Спасать погибающий мир. Потому что спасение принадлежит нам, детям нашим, всем ближним, всем дальним, кого не призовет Господь. Амин. И мы перед собой ставим эту серьезную задачу сделать все необходимое, чтобы наше свидетельство, чтобы наше служение, оно было плодовитым, чтобы на каждом служении мы могли видеть людей, которые приходили бы к Господу. Вы знаете, за Иисусом можно идти по-разному. Можно взять крест и идти за Ним, а можно идти налегке. Можно идти за Иисусом, взяв крест, а можно идти за Ним налегке. Когда ты берешь крест, ты хоть за кого-то отвечаешь. Ты за кого-то молишься, ты кого-то промаливаешь, ты кого-то еще ведешь с собой. Он упирается, Он не хочет, Он не соглашается. Это работа. Но когда ты хоть за двоих, за троих отвечаешь, то Бог говорит, вот кто идет за Мною и не несет креста своего, тот не достоин Меня. Потому что когда Иисус пришел, Он за всех нас отвечал. Он за всех нас отвечал. Он платил цену за каждого из нас. И потом в конце жизни Его пригвоздили ко кресту. И если мы сейчас рождены свыше и знаем Иисуса, то мы должны жить не только для себя, но мы должны жить для умершего за нас и воскресшего. А Он нам говорит, иди и проповедуй Евангелие. Иди и засвидетельствуй, что сделал с тобой Господь. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И вы будете Мне свидетелями везде. Свидетельство должно звучать на остановке автобусной, в офисе. Свидетельство должно звучать по улице, на площадях, в ресторане, в кафе, да где угодно. Свидетельство. Атмосфера должна пропитаться свидетельствами о Божьей славе. И Евангелие говорит, что имея вокруг себя облако, такое облако свидетелей, убога план, чтобы эти свидетели были не одиночки, там один, там какой-то один, там еще какой-то, такой вот хриплым голосом, тихонько говорить никто не слышит. Имея облако свидетелей, воля Божья, чтобы в Латвии, вот в нашем городе, в нашем районе, было облако свидетелей. Вот это просто как будто, как вот, вы знаете, как саранча нападает, вот облако, как вот птицы летят, я не знаю, вот просто их должно быть так много, что это просто как вот огромная масса свидетелей, имея такое облако свидетелей. Что наше свидетельство сделает? Послушайте. Имея такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех. Вы даже не представляете, какую работу совершает это свидетельство. Люди снимают с себя всякое бремя, потому что, когда услышат это свидетельство, что Иисус сделал в твоей жизни, что Иисус сделал в моей жизни, вы знаете, людям легче становится. Они свергнут с себя всякое бремя, они перестанут грешить и запинающий грех. Люди перестанут запинаться, люди перестанут спотыкаться. Свидетельство приносит жизнь. Свидетельство приносит утешение. Свидетельство приносит надежду. Свидетельство приносит радость. Свидетельство готовит путь к Господу. И по этим приготовленным путям Иисус приходит в жизнь людей. Вы знаете, свидетельство необходимо для того, чтобы Бог действовал. Понимаете, если я хочу увидеть дела Божьи, то я должен свидетельствовать о Боге. Свидетельствовать – это значит готовить путь к Господу. Хочешь, чтобы в эту судьбу этого человека пришел Господь, приготовь путь к Господу. Каким образом? За свидетельство. И скажи, Бог в моей жизни сделал то, другое и третье. И Он тебя любит и готов идти к тебе. Даже если человек сразу не примет свидетельства, твое слово, как закваска, брошенная в три меры муки, оно будет работать, работать. Не сегодня, так завтра. Недавно мы начали семинары для новообращенных. И один очень экзотичный молодой человек, который был в майке, а из-под майки купола там выглядывают. Он говорит, да я вас знаю с 92-го года. Я говорю, а ты откуда знаешь? Да вся зона конспектировала ваши проповеди, телек стоял у нас. Мы не знаем, свидетельствовали в 92-м, встретились в 2012-м. А откуда мы знаем? Сей утром, сей вечером проповедуй на этой остановке. Ты даже не знаешь. Засвидетельствовал в самолете, засвидетельствовал где-то в такси. Слово Божие не вернется к ним учетным, пока не исполнит то, для чего оно послано. Поэтому хочу сказать, о вы, напоминающие о Господе, не умолкайте, не умолкайте. Пусть свидетельство звучит регулярно. Пусть это будет, вот новое поколение будет, такое облако свидетелей, которые везде говорят об Иисусе. Соседи, друзья, враги, родственники. И я скажу, что когда ты будешь пожинать первые плоды своего свидетельства, это превратится у тебя в азарт, это превратится в интересное приключение. Это не будет, как какая-то ермо, или какая-то вот плита на твоих плечах, обязанность или долг тяжкий. Это будет уже потребность жизни. Потому что это почти то же самое, если бы ты голодным раздавал хлеб. И какое удовольствие смотреть, что то, что у тебя есть, оно приносит такую радость и наслаждение этим голодным людям. На самом деле знать Иисуса и молчать о Нем, это утаивать хлеб от голодных. Это когда ты видишь, что от жажды помирают люди, а у тебя есть живая вода, и ты ничего никому не предлагаешь, друзья мои. Иисус – это хлеб, сходящий с небес, который может утолить голод. Это живая вода, которая может утолить жажду. И мы должны быть дилерами и того, и другого. Амин. Все, что Господь сделал в нашей жизни, мы должны это распространять и дальше. Когда у тебя есть цель в жизни, когда ты посвящен Господу, я просто хотел бы сегодня проповедовать, знаете о чем? О том, что ты защитил свое служение. Если ты защитишь свое служение, твое служение защитит тебя. Просто быть христианином – это вообще ерунда. Это ничего не значит. Это вообще ничего не значит. Вера без дел мертва. И вспомни, когда ты был активным, энергичным, целеустремленным. Ты вставал утром, ты знал, что делать. Ты знал, что это планы Божьи. Ты сотрудничал с Богом, потом кто-то тебе объяснил. Да все это ерунда. Ты похож на фанатика. Ты похож на какого-то чокнутого, какого-то зацикленного человека. Это религиозно. Надо жить нормально. Сегодня время отступничества, причем повального отступничества. И следи за тем, чтобы отступники не сформировали у тебя мышление христианина, переставшего служить Богу. Сегодня много христиан, но служителей раз, два и обчелся. И этих служителей становится меньше, меньше и меньше. Мы должны эту тенденцию переломать и сказать, я не просто христианин, я не просто прихожанин, я служитель Божий. И я знаю, что я делаю. Я делаю то, что мне Бог поручил делать. И когда тебе говорят, трапеза Господня, недостойна уважения, да что там делать? Церковь губит людей. Закрой рот этому человеку, пока он не закрыл рот тебе. Сколько людей может смеяться над твоим служением, критиковать, конфронтировать и превращать в ничто, зная, что это служители дьявола. Я отвечаю за свои слова. Но что как Бог заинтересован, чтобы у нас было целое облако свидетелей, служителей, евангелистов, попечителей и служителей разных структур. Также дьявол заинтересован посеять плевел, и чтобы заглохло все. Чтобы ячейки заглохли, чтобы евангелисты заглохли, чтобы поклонение заглохло. Смотрите, какие у нас были профессиональные музыканты. Где они? Пять, восемь, десять лет назад здесь слава Божья приходила. Дьяволу это не нравится. По одному вырывает и выкидывает. Вырывает и выкидывает. Мы переломаем эту тенденцию. И Бог говорит, что скиния Давида, которую дьявол разрушил, Он говорит, я берусь. Я лично, Бог говорит, я берусь. За то, чтобы эту скинию Давида восстановить. И все, что там разрушено, я заделаю. И все, что дьявол украл, в семь раз верну. И в церковь вернется профессионализм. В церковь вернется высочайший уровень. Исполнительский, и музыкальный, и креативный. Мы оптимисты. И мы не сдаемся. И мы знаем, что все, что делает дьявол в конце, потом Бог это все обернет для славы Божьей. Самое главное, оставайся в строю, оставайся в служении, оставайся на передовой и говори, а я не уйду. Мои глаза увидят славу Божью. И поэтому я буду следить за тем, кто окружает меня. Тема проповеди, скажи мне, кто твой друг. Проверяйте внимательно с тем, внимательно проверяйте, с кем мы дружим. Зачем мы дружим? Не всякая дружба приносит успех. Не всякая дружба полезна. Не всякая дружба, она помогает. Вы знаете, мы не можем быть независимыми от того общества, в котором мы находимся. Либо мы становимся жертвой влияния этого окружения, либо мы формируем это окружение. Атмосфера вокруг нас, она влияет на нас. Если это отравленная атмосфера, ты будешь болеть. Если это атмосфера здоровая, ты будешь здоровой. Информация, которую ты слышишь, слова, которые ты слышишь, советы, которые ты слышишь, дружеские отношения с людьми, с которыми ты общаешься, они влияют на тебя. И не надо здесь прикидываться, и не надо говорить, что ты такой супермен. Можешь и с отступниками общаться, и с грешащими христианами общаться, и с теми, которые уже давно грешат. Я общаюсь, но я сохраняю свой дух. Это все ерунда. Зайди в белой рубашке, в кочегарку, там, где уголь сыпят и бросают в эту топку. Ты ничего, ты не согласен с кочегаркой. Ты не согласен с этой топкой. Говоришь, сейчас другие уже есть энергоресурсы. Но ты можешь не соглашаться, пыль сядет на твою рубашку, на твои мозги и на твой лоб. Понимаешь? Влияние, оно очень незаметно. Влияние очень незаметно. Худые сообщества развращают добрые нравы. Следи за тем, кто тебя окружает. Следи за тем, кто влияет на твои решения. Следи за тем, кто проникает в твою подкорку. Который проникает в твою душу. В область твоих решений и побудительных причин. Постарайся окружить себя достойными людьми. Единомышленниками и союзниками. Это не есть секта. Новое поколение. С теми не встречаться. Конечно, не встречаться. Если человек топчется по святыням нового поколения, я с ним не буду встречаться. Я вспоминаю, как Ансел Мадабука говорил, что я человек Завета. И он, когда протянул мне руку сотрудничать, он сказал, пастор Алексей, мы в Завете. Твои враги, мои враги. Твои друзья, мои друзья. Вы знаете, это ненормально. Это сегодня толерантность, демократичность. Ой, да со всеми надо. У тебя настолько сильная вера. У тебя настолько сильный иммунитет. У тебя настолько внутренняя позиция жесткая, что ты никого не обращаешь внимания. Даже Христос никогда в жизни не садился за один стол с форисеями. Никаких вопросов он с этими людьми не решал. Он гораздо чаще уходил куда-то. Уходил в этот Гефсиманский сад, уходил куда-то на гору. Худые сообщества развращают добрые нравы. Будет четыре человека здоровых. А один, а один, будет вирусоноситель. И четыре здоровых человека ничего не смогут сделать против одного какого-нибудь астматика, или как гриппозника, или кого-нибудь больного. Он чихнет три раза. И ты скажешь, я здоровый. Так если здоровый, шевели мозгами и делай ноги. Вы знаете, что вот даже специалисты говорят, вот у тебя будет целый ящик хороших яблок. Целых, нормальных. Одно гнилое яблоко будет вот в этом ящике, где будет 30-40 здоровых нормальных яблок. Вы знаете, что было замечено? Одно гнилое яблоко. Оно будет гнилить. Оно будет уничтожать всех. И самое главное, что весь ящик сгнил, а он последний. А последнее яблоко сгниет, вот с которого все началось. Это как будто, знаете, дьявольский прообраз. Заведется один гнилой человек. Будет гнилить, будет отравлять. Пока ты просто не перестанешь Богу служить, не перестанешь жертвовать, не перестанешь поклоняться. И он как будто выполнив свою миссию, увидев, что весь ящик сгнил, увидев, что вся ячейка сдохла, увидев, что вот вся группа уже ушла из церкви. Ха, я свое дело сделал. Следите за тем, кто у тебя вместе в твоем ящике, чтобы в ящик не сыграть. Если гнилой человек, тогда иди, пожалуйста, скажи, я с тобой общаться не буду. Поношение на церковь принимать не буду. Мы такие смелые, мы не согласны с этой точкой зрения, но согласны слушать то, с чем я не согласен. Не надо слушать то, с чем ты не согласен. Потому что это все приходит вот сюда. Это все как атмосфера, это все как вирус. Два больных человека чихнули на тебя, и этот вирус сюда попал. Не такие уж здоровые люди защищенные. Господи. А если говорить про духовные вещи, мы должны следить за этим. Окружи себя единомышленниками. Окружи себя союзниками. Окружи себя Божьими служителями. Проверь, чем интересуется тот человек, который рядом с тобою. И для чего он вообще там находится. Потому что иногда, я должен сказать это, иногда навстречу нам Господь посылает друзей. Для того, чтобы они нам помогли. Для того, чтобы они помогли нам светильник поправить. Молитвенную жизнь поправить. Давайте согласимся, в нашей жизни встречаются друзья, которых навстречу посылает Бог. И мы видим, что Господи, как хорошо вытащил нас. Поправил нам, макияж подправил. Все нормально. Мы теперь... Но, наряду с этим, мы должны признать и тот факт, что точно так же, как у Бога есть свои люди, служители, которые выходят навстречу тебе, чтобы помочь тебе вернуться в служение, у дьявола есть свои агенты, которых он точно так же активно и регулярно посылает тебе навстречу. И для чего? Чтобы отвратить тебя от жертвоприношения, чтобы убедить тебя, что служение Богу – это все ерунда, и чтобы ты делал ноги и уходил от Бога. И мы с вами встречаем и тех, и других. Следите за тем, кто окружает и кто на нас влияет. Смотрите. Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в свое служение. Это черта, свойственная мелким и слабым людям. Великий человек, наоборот, будет внушать тебе чувство, что ты сможешь стать великим. Вы знаете, когда тебе кто-то зудит, постоянно сверлит мозги и постоянно тебя заряжает негативом, избегайте негативных людей. Не болтай с ним часами по телефону. Не надо в гости ходить к этому человеку. Давайте согласимся, у нас у каждого есть, мы все взрослые люди, у нас у каждого есть внутренний духовный критерий. С одним человеком поговорил, ты сможешь, крылья вырастают. Во вторник мы вчера разбирали Слово Божье, божественное, таки откровение, тема, Царство Божье, плевелы, пшеница. Мы целый вечер разбирали Слово, какое благословение, когда Слово Божье тебя заряжает, когда ты едешь, у тебя еще вот здесь происходят процессы, логические схемы. Ты думаешь, Боже, как хорошо, и вдруг, алло, ну что, как там, бэ-бэ, подожди, подожди, ничего, все хорошо, алло, до свидания. Защитите работу Божью в ваших мозгах, защитите работу Духа Святого в вашем сердце. Не захламляйте, не захламляйте, потому что, Боже мой, так как они не заботились иметь Бога в разуме. Вот есть Бог, который заинтересован, чтобы в нашем разуме были откровения, а есть дьявол, который заинтересован, чтобы в нашем разуме были крысы и тараканы, всякая ерунда. Мы же отвечаем за свой чердак, мы же отвечаем за свой храм, мы же отвечаем за содержание своего дома. Так следи, что входит в твои глаза, в твои уши и в твое сознание. Избегайте негативных людей, которые разочаровывают вас и убеждают, что вы ничего не сможете сделать. Избегайте людей, которые подрывают вашу веру. Окружите себя людьми, которые помогают и утверждают вашу веру. Окружи себя людьми, которые молятся за тебя. Не обязательно иметь сто друзей. Если среди ста друзей девяносто девять, это люди, которые неверующие, это люди, которые не знают Бога, и которые к твоему служению относятся вообще просто все равно. Лучше одного друга иметь или двоих. Знаете, вопреки этой великой пословице, сто друзей, есть другая истина, где двое или трое. Там и я посреди вас. Даже если у тебя просто два или три настоящих друга, с которым ты можешь молиться, которым ты можешь откровенно открыть душу и сказать, ребята, я что-то не понимаю, вы могли бы объяснить? Конечно, вот где два или три объединенные откровениями Божьими и служением Богу, отвечаю, четвертым будет Иисус. Четвертым будет Иисус. Поэтому следите за своим окружением. Если люди подрывают вашу веру, если люди отравляют ваше отношение к церкви, если люди отравляют ваше отношение к служителям Божьим, к откровениям Божьим, избегайте этих людей, избегайте этих худых сообществ. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Человек – это аморфное существо. Сегодня ты думал так, а завтра ты начинаешь думать иначе. Это мы, это мы Господи. Так пузе на наше влияние, вернее, на наше сознание оказывают люди Божьи свое влияние. Вот давайте Псалом 1 откроем и потом порассуждаем дальше. Псалом Давида. Блажен муж, который не ходит, куда не надо. Не стоит, где попало. И не сидит, а бы где. Но в переводе с греческого, я уточняю, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. Не стоит на пути грешных. И не сидит в собрании развратителей. Особенно сегодня, когда, Боже мой, все двери открыты. Будь тверд и будь мужествен. Избери свое святое и праведное сообщество. Следи за тем, кто формирует твое мышление. Но в законе Господа воля Его и о законе Его размышляет Он день и ночь. Первый стих – это суета. А второй стих – это уединение. Первый стих – это наша активность, гиперактивность. Куда-то бежим, куда-то летим, где-то общаемся. И потом в конце дня, как будто как выжатый лимон, из тебя все высосали, из тебя все выжали. Ты просто пустой. Ты просто опустошенный человек. Нельзя опустошаться. Надо планировать жизнь так, чтобы не выхолощиваться. Чтобы на одних весах у тебя была активность, а на других весах была концентрация, уединение и размышление о Господе. Тебе нужна тишина. Как Макаревич поет в одной песне «Я забыл о шуме и о громе». «Мне теперь дороже тишина, и живу я в старом-старом доме, из которых видно три окна». Ну, короче, смотрите. На одной чаше весов – это твоя кипучая деятельность, а на второй чаше весов – тишина. Тишина. Нам нужна тишина. Нам нужно время, уединение. Нам нужно, чтобы никого не было. Ты просто сидишь, молишься на языках, читаешь Слово Божие и рассуждаешь. Смотрите, какое сильное Слово. Но в законе Господа воля Его. Что такое воля? Это начало моего решения. У меня есть желание, но для того, чтобы желание превратилось в решение, воля распоряжается быть желанию, желанию, решением. Или желание так и останется. Воля. Это наше, как вам сказать, это наш внутренний стрелочник. Волевое решение. Это начало решений. Представляете, когда закон Бога будет контролировать начало всех наших решений, Боже мой, какая жизнь начнется, а? В законе, смотрите, но в законе Господа воля Его. И о законе Его размышляет Он день и ночь. Вот задайте себе вопрос, братья и сестры. О чем ты размышляешь день и ночь? Разве не кажется вам, что так много хлама и мусора в нашей голове? Обрывки каких-то фильмов, в основном дебильных. Обрывки каких-то советов, рекламных роликов, которые тебе сто лет это не надо. А тебе крутится. Минизим, незаменим. ВТБ. Зачем оно звучит? Ну, ты просто вот нахватался, как говорится. Как Людвиг любит говорить. Там кто-то чего-то нахватался. И ты чувствуешь, что в захламленное сознание. Боже мой, я себя ненавижу в этот момент. Вы знаете, как очистить сознание? Запишите. Если ты нахватался всякой... Я даже не говорю негативной информации. Просто ерунды какой-то. Просто вот. Возьми полчаса и заряди молитву на языках. Я отвечаю. Я отвечаю. Как делать генеральную уборку в своей подкорке? О! Как делать генеральную уборку в своей подкорке? Включай молитву на языках хотя бы на полчаса. Просто кирабли, гидерабли, гащам, марекля, дири. Когда ты молишься на языках, ни одна дурная мысль не посетит твои мозги. Напротив, они вылетят. Потому что молитва на языках, она позволяет Духу Святому наполнять твое сознание. Я уже свидетельствовал об этом, что как очищать сознание? Как очищать вот эти лабиринты своего души? Как? Я вот когда в отпуске был, вы знаете, загорать для меня, ну это вообще какое-то очень тяжелое испытание. А надо, приехал все-таки. И я отвечаю. Вот я принял решение. Думаю, хорошо, сейчас буду загорать. И для того, чтобы не тупить, знаешь, когда вот плавится твое тело, а еще когда мозги плавятся, это вообще тупой и тупее быть не может ситуация. Я думаю, ну как это, ты сидишь, а в голове всякая ерунда. И вот летают всякие песни, какие тебе не нужны. Мысли, образы, которые тебе совсем не нужны. И думаешь, а процесс как будто неуправляемый. Самое страшное, когда в твоей голове неуправляемый тобою процесс. Вроде голова твоя, а процесс не твой. Вы представляете, да? Кто-то в аренду взял твои мозги. Кто-то как будто в аренду взял твою память. И достает же всякое Г. Откуда-то из, я не знаю, из каких-то там этих канализационных люков и все. И что, мы же все знаем. Улыбаетесь, как будто вы не такие. Все одинаково устроены. И что я делаю? Я думаю, ну хорошо, сейчас проверю. Проверю. И вот засек время, засек время, будильники продавать не будем. Засек время, у меня айфон был. И думаю, вот сейчас час, ровно час. Просто вот. Вы знаете, все тараканы уползли. Крысы разбежались. Вдруг какие-то откровения стали. Вдруг я начал размышлять о грядущей конференции в ноябре. Что эта конференция, хорошо бы, чтобы она прошла под эгидой восстановления скини и Давида. Либра беде гребле щири глядере есть. Да, по вечерам такие. Час пролетел вот так. Вы понимаете, мы ленивые. Я просто говорю, лентяй. Лентяй. Ты же все равно ничего не делаешь. Так молись хотя бы. Но ты и так ничего не делаешь. Если ты не будешь использовать свои мозги, кто-то другой возьмет в аренду. Как твою машину какую-нибудь возьмет в аренду и поедет не туда. Ты бы туда никогда не поехал. А тот взял. И на твоих мозгах тоже кто-то едет туда, куда бы ты никогда не поехал. Амин. То есть лучший способ очистить свое сознание и свое сердце. Молитесь во всякое время духом. То есть я читаю первый и второй стих. Первый стих говорит. Блажен муж, который не суетится. Не ходит на развратные эти тусовки. А есть же друзья, есть же товарищи, есть много всяких моментов. Но в законе его, воля его и о законе размышляет день и ночь. И смотрите, эта практика помогает нам устроить свою жизнь. Эта практика помогает нам устроить жизнь. Результат налицо. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, лист которого не вянет. И во всем, что он не делает, он будет преуспевать. Братья и сестры, давайте дисциплинировать свою жизнь. Давайте следить за тем, чтобы суета не выхолащивала нашу душу. Пошел в магазин, три часа пролазил, ничего не купил, зато так наслаждение такое получил, что поглядел на всех. Но это значит, что ты пошел в один ресторан, второй, третий, посмотрел, какие блюда и ушел голодным. Это же суета. Господь избавил нас от суетной жизни, преданной нам от отцов. Если я Божий служитель, я должен защищать свое служение, свою целеустремленность, свою жизненную стратегию и днем, и ночью. Если ты на самом деле посвященный Богу служитель, в любой сфере, где бы ты ни был, три ночи тебя разбуди. Утром ты знаешь, у тебя мозг, у тебя логика, у тебя память, у тебя вся внутренняя вот эта интеллектуальная, творческая энергия сконцентрировала на каком-то одном предмете. Вообще я должен сказать, что если человек не способен концентрировать свое внимание на одном предмете и удерживать это концентрированное внимание долгое время, он никогда в жизни ничего не достигнет. Человек должен научиться концентрировать свое внимание на одном предмете и это концентрированное внимание удерживать дольше, дольше и дольше времени. Вот таким людям Бог открывается. Моисей семь дней поднялся на гору Синай. Семь дней. Мы бы уже сбежали на второй день. А что я буду здесь делать? Никого нет. У нас же все как микровейка. Раз засунул, через две минуты, и уже готово. Семь дней концентрировал свое внимание Господь. Ты явишься, я жду. У меня других целей нет. Я хочу встретиться с тобой. Ты же сказал, где семь дней удерживать один предмет в своем сознании. Боже мой, научи нас. Научи нас концентрироваться на предмете нашего служения. Если ты кому-то проповедовал, он не покаялся. Ну подумай хотя бы минут 15 об этом человеке. Бог, что это такое? С разных сторон. Может быть, это надо было. Может, другое. Давайте научимся, друзья. Фокусировать свое внимание, концентрироваться у меня, медитировать, рассуждать, молиться и говорить, Господь, открой, пожалуйста. Господь, открой, пожалуйста, то, что мне непонятно. Эти люди будут защищены. Люди, которые умеют формулировать свою жизненную цель, люди, которые знают, для чего они живут, люди, которые знают, к чему их Бог призвал. Люди, которые хотят повысить качество игры, люди, которые хотят повысить качество служения, люди, которые оттачивают свое оружие, служение. Если ты музыкант, ты часами концентрируешься и говоришь, я хочу играть так, как вот эти играют, я хочу петь так, как эти поют, я хочу молиться так, как вот те молятся. То есть есть тренеры, есть коучи, есть эталоны для подражания, как Павел говорит, подражайте мне, как я подражаю Христу. Мы никуда не денемся, есть, должны быть какие-то учителя, должны быть какие-то эталоны подражания, когда мы должны просто вот внимательно, внутренне собрано, мобилизованно, концентрировать внимание и учиться покорять новые вершины и поднимать свои личные рекорды. И вы знаете, когда, я скажу вам, что когда у тебя есть вот эти вот отточенные стандарты ежедневной жизни, когда твой мозг уже научился вот так фокусировать свое внимание на одном предмете, у тебя будет болезненная реакция на всех людей, которые тебя будут отвлекать. Это уже не будет, ой, мне так хочется с ними общаться, а вот мне нельзя. Нет, знаете, когда ты человек чем-то занят, и тебя кто-то отвлекает, ты говоришь, просто не мешай мне. Когда Немия строил эти стены, когда у него вот в голове было, как этот ворота выглядит, как эта стена, когда он был концентрирован, когда знал, что огромная армия строителей, это надо вовремя материал, вовремя там строим материал, вовремя командовать, вовремя кормить, вовремя спать ложить. И вдруг какие-то охламоны приходят к нему и говорят, а пойдем пообщаемся, а? Пойдем поговорим, а? Он говорит, мне некогда с вами говорить, ага, я занят великим делом. Друзья мои, для того, чтобы отшить людей, которые покушаются на твою веру и на твое служение, вы знаете, если ты на самом деле в служении, это будет абуза, а не соблазн. Вот эти люди, они являются абузой. Не мешай мне, кто ты такой, давай, до свидания. Мне стену строить надо, абуза, вот эти бесконечные разговоры, болтовня, сто лет мне не нужна. Но самое интересное, братья и сестры, что среди вот таких строителей находятся люди, давай поговорим. И вот он начинает на одном совете какие-то решать вопросы, на другой какой-то встрече другие. У них встреч 20 штук за день. И хочешь сказать, подожди, а эти встречи, они тебе помогают достичь вот этой цели? А эти встречи помогут тебе построить эти стены или нет? Ничего, это просто как вампиры, которые отсасывают у тебя время, энергию, которые тебе, и тебе надо доказывать, что оказывается строить стены, это не там строишь, не из того материала строишь, у тебя неправильное отношение. Кого-то ты это, нанял его ревизором в свою бригаду, до сто лет это все надо. Братья и сестры, защитите свое служение, защитите свою строительную площадку, защитите свою команду. Вкравшимся лжебратьям, слышите, о чем речь идет? Вот если я знаю, кто я, кто моя команда, какая моя стратегия, то даже вкравшимся лжебратьям, вскрытно приходившими подсмотреть за нашей свободой, Павел говорит, мы не уступили ни на час. Потому что они хотели поработить нас, они хотели остановить это строительство, но мы не уступили ни на час. Не уступайте, братья и сестры. Не уступайте ни на час. То есть время на час, на минуту идет. И вот 1 Коринфянам, давайте прочитаем, 32 стих, 15-32. Просто очень эмоциональный, очень конфликтный отрывок, где Павел защищает свое благовествование, где он защищает свою цель, где он защищает свою команду и все ставит на свои места. «По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесии, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем». Понимаете? Один рискует, ставит на карту свою жизнь и говорит, Бог, жизнью ли, смертью ли, но я прославлю Тебя, потому что для меня жизнь Христос, а смерть для меня приобретение. «А рядом, братва, станем есть, пить, ибо завтра умрем. Безумству храбрых поем мы славу». Да, шизики есть вот такие, ну типа Павел. Понимаете, когда вот над твоим подвигом, над твоей жертвой, над твоими экстремальными жертвами люди смеются и говорят, ерунда, все умрут. И ты не первый, и ты не последний. И Павел вот видел вокруг себя вот это окружение. Он видел, что есть люди, которые пытаются, которые пытаются подорвать его веру, его основания. И вот он пишет, «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы, отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Самое интересное, что ты, как Божий служитель, который пытаешься угодить Богу, рискуя, на алтарь возлагая свою жизнь, вдруг оказываешься вокруг людей, которые к стыду, говоря о Боге, не знают Бога. И пытаются все это обесценить, и обесцветить, и хотя пойдет леса, и заденет твою стену, и твоя стена развалится, и от твоего служения ничего не останется. Вы знаете, эти басни звучали, они звучат и будут звучать, но Павел говорит своим будущим поколениям, поколениям настоящих служителей, которые со зверями сражаются, которые на карту ставят абсолютно все, которые говорят, «Я все почитаю за ссор, ради превосходства, познания Христа Иисуса, и я хочу достичь Его, хочу достичь познания Его, и страдания Его, и силу воскресения Его». И кто-то рядом стоит, высокопарные слова, да, да, это звучало. Друзья мои, здесь сильное место. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. У тебя добрая цель, у тебя доброе служение. Сколько сегодня этих добрых, прекрасных, посвященных, жертвенных служителей стали жертвой провокации людей, которые не знают Бога. Вроде служитель, проповедник, молитвенник, а Павел смотрит на них, говорит, «К стыду вашему, говорю, некоторые из вас не знают Бога, потому что вы несете ерунду, вы несете абсурд, вы топчетесь по Божьим святыням, то, что в глазах Божьих это драгоценно, вы говорите, это ерунда полная». Окружи себя людьми, которые защищают твои ценности. Окружи себя теми людьми, которые трепещут перед Богом так же, как ты трепещешь. Окружи себя такими людьми, которые бы понимали с полуслова и плакали с плачущими, и радовались с радующимися. И когда ты со зверями сражаешься, они бы трусливо не убегали, а они бы подставляли свое плечо и говорят, давай вместе, давай покорим, давай победим их. Боже мой, дай нам настоящих друзей, которые бы защищали твои стандарты, твое служение и твои откровения. Церкви переполнены этих брюзгливых, ворчащих, недовольных, ленивых людей, которые боятся рисковать, которые боятся жертвовать. Боже мой, окружи нас теми, кто тебе понравится. Окружи нас теми, которые готовы бороться со зверями и побеждать этих зверей, которые, как Давид, видя, что эти медведи и львы похищают этих овец, они со зверями сражаются. И Давид говорит, я обгнался за ним, я хватал за гриву, и я забирал эту овцу. Боже, подними этих героев, которые бы показали высочайший стандарт героизма и высокого служения. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите. Если ты разрушаешь чью-то веру, ты грешишь. Если ты приходишь к человеку, который в служении и отвращаешь его от жертвоприношения, это грех. Если человек поклоняется, ты смеешься над тем, как он поклоняется, это грех. Это грех против служения. Поэтому защитите. Даже Господи. Давид поклонялся, когда этот ковчег возвращался, и он так радовался, потому что он понимал, что возвращается ковчег. Это значит, мы снова будем видеть славу Божью. Это снова Бог будет во главе Израиля. Это снова нация Израиля будет непобедимая. И он там поклонялся. И Милхола, Боже, стоит, какой, как тебе не стыдно. Ты ведешь себя, как простофиля. Ты ведешь себя, как простолюдина. Это не этикет царей. Боже мой, и Павел бы мог легко сказать, к стыду, Милхола, хочу тебе лично сказать, ты Бога не знаешь, потому что ты ничего не понимаешь. Ты не понимаешь, что происходит в стране. У тебя откровения нету. Ты не знаешь откровения про этот ковчег. И слава Богу за тех людей, которые защищают свою простоту во Христе, которые защищают свою свободу и говорят, мы не позволим, чтобы какой-то демонический контроль, родственный контроль, дружеский контроль, церковный контроль, мог бы это поклонение, мог бы эту свободу и этот огонь взять и погасить. Стойте свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, какое у тебя служение. какими людьми ты окружаешь себя, вот так и будет выглядеть твое служение. Я хочу окружить себя людьми, которые знают Бога, которые любят Бога, которые благоговеют перед Богом, которые не продают свое первородство за чечевичную похлебку. Может быть, не так много, но, по крайней мере, где двое или трое, он, он, наш драгоценный Иисус, он обещал быть среди них. Амин. Бытие 41, 20. И сказал фараон Иосифу, мне снилось, вот, стою я на берегу реки, и вот, вышли из реки семь коров тучных плотью и хороших видом и послезть в тростнике. И вот, после них вышли семь коров других, худых, очень дурных видом и тощих плотью. Сильная характеристика. Дурные видом и тощие плотью. Я таких коров не видывал по всей земле египетской. Таких худых, как они, худые сообщества, развращают добрые, тучные нравы. 20 стих, смотрите, что делают. Это худые сообщества. И, представляете, какой кошмар, а? Ну, понятно, когда, когда львы жрут этих антилоп, это понятно. а здесь вдруг коровы взбесились, причем худые и дурные видом, как будто им какой-то этот укол поставили. Представляете, семь таких толстых коров, они же спокойные, хотя они всегда грустные, а вот идиат, я думаю, какая скучная жизнь. родились, на четыре встали. Жень, жень, жень. В глаза вы смотрели когда-нибудь? Я однажды поглядел и прям почувствовал, я так человеком хочу стать. Грустная жизнь, представляешь? Ладно, но чудо какое происходит. черная корова ест зеленую траву и дает белое молоко. Вот преимущество, в отличие от нас. Мы только потребляем, молоко пока живое, а когда умрет, говядина, мраморная говядина. Кто-нибудь пробовал? Об этом потом. И вот, представляете, сон. Пасутся четыре, ой, четыре, сколько их было? Восемь же. А куда четыре делось уже? Семь. Семь коров. Тучные пасутся, хрым, хрым, хвостом так лениво. Несколько мух садилось там. И вдруг из реки выходят страшные. Такие худые, что просто как скелеты. Практически вышли, это скелеты. Ладно, вот вы видели людей скелетов, а это коровьи скелеты. Кожи обтянутые. Таких худых в жизни, никто вот в этой земле никто не видел. И вдруг с этими худыми коровами происходит какой-то этот вирус бешенства. И вот написано, и съели тощие и худые коровы прежних семь коров тучных. Это была страшная картина. Представляете, кровь текла, молоко текло, с костями, с мясом, со шкурой, с копытами. И они жрали просто. Не знаю, приснилось бы, не знаю, в холодный бы поту вскочил бы. А представляете, фараон такой сон видел. Мне кажется, он обкурился чего-то там. Вот эти вот фараоны там что-то вот использовали. И вот что-то приснилось. И вы знаете, вот он никак не мог знать. И дальше-то читаем. Они их сожрали и вошли тучные в утробу их. Не понял, это еще страшнее. Но неприметно было, что они вошли в утробу их. Они были так же худы видом, как и сначала. И последняя фраза просто убойная. И я проснулся. Хэппи-энд такой. Хорошо, что меня не съели. И вот фараон ходил, ходил и думал, что бы это значило. Ну вот я попытаюсь сегодня объяснить, что это значило. Вот эти вот отступники, вот эти люди, которые Бога не знают, они вот так выглядят. Худые, тощие, голодные. Ты имеешь от Бога откровение. У тебя есть цель жизни. У тебя есть служение. И цель вот этих худых сообществ, просто, когда ты позволяешь этим людям, которые покушаются на твое служение, у них одна только цель сожрать тебя, твои откровения, твое служение. И самое интересное, они жрут этих всех вот служителей, отвращают от жертвоприношения, и хоть бы сами поправились. Здесь нарушается принцип, человек есть то, что он есть. У этих все наоборот. Он как раз жирает все и остается прежним. Так вот, тезис «Берегись тощих коров». Берегись этих тощих и дурных видов коров, которые приходят на твое же пастбище и казалось бы, что ты траву кушай, кушай траву. Не, я пришел тебя кушать. Представляете себе, не позволяйте, чтобы кто кого угрызал. Худые сообщества развращают добрые нравы. Они уничтожают героизм. Они уничтожают жертвенность. Они топчутся по божественным святыням. И задача этих тощих коров, задача этого худого сообщества, развращенного сообщества уничтожить то добро, которое Господь дает нам. Число 13 33. Вы помните, когда израильский народ пришел уже на берег Иордана. И вот столько времени шли. И вот рукой подать обетованная земля. 12 соглядатых пошли туда на разведку, посмотрели. Все классно. Бог довел. И вот смотрите. А те 32-й, которые ходили с ним, говорили, «Ну не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». Это число 13-32. «И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевы, говоря». То есть, ты говоришь, как выглядят эти тощие коровы? Вот так они выглядят. Здесь не физические габариты и параметры. Здесь просто этот уничтожающий дух. Дух неверия. Это дух, который оспаривает Божью стратегию. Это дух, оспаривающий твой героизм, твою смелость, твое дерзновение. Это попытка обесценить все это и бросить это все на пол. Бог довел. Как будто выходить из Египетского рабства было в тысячу раз легче. Как будто они вышли там просто так под зонтиком и просто под ручку. Так какие чудеса там должны были произойти, чтобы выйти из дома рабства. И здесь тот же Бог говорит, я введу вас в эту землю. И вот здесь происходит худая молва. И вы знаете, здесь вот просто атака. и этот народ, этих двенадцать выходили, халев Иисус Навин, их было двое, и десять оспаривали это решение. Не можем мы идти. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали. И они говорили, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее люди великорослые. Там видели мы исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их. И поднялось все общество вопль. И плакал народ всю ночь. Вы понимали, что такое, когда эти худые коровы сжирают тучных. Вот были полной веры. Вот они видели обитованную землю. Они слышали откровение от Господа. Это ваша земля, и вы будете на ней обитать. Я все сделал, осталось только перейти через эту дорогу, через эту реку. И представляете, 10 человек распускали худую молву. Худые сообщества развращают добрые нравы. Смотрите, худые сообщества развращают добрые нравы. Худые тощие коровы сожрали тучных. И здесь распускают худую молву. Какое сообщество, такая и молва. Причем, заметьте, что такое слово молва? Что такое молва? Это не есть исповедание веры. Это не есть озвученные откровения. А это просто вот эти разговоры молва. Молва. из уст уста. Не, 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 мы не сможем. Не, зря мы, зря мы сюда пришли. Зря. И представляете, дьявол, как вампир, просто, как вот этот хищник, сожрал остатки веры, сожрал остатки дерзновения. И смотрите, и подняло все общество вопль, и плакал народ всю ночь. Бог на небе был в шоке. Я вас вел, я все сделал, для того, чтобы вы могли войти в обетованную землю. Вам бы сейчас радоваться, торжествовать еще чуть-чуть, и мы там. Но вместо радости, вместо торжества, вместо дерзновения плачет народ. Запомните, не всякий плач угоден Богу. Сколько сегодня церквей плачет? Плачет, и этот плач Богу не нужен. Этот плач Богу не угоден, потому что это слезы неверия, это слезы отступничества, это слезы жертв, которые попали дьяволу. И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы. Когда крокодил сжирает свою жертву, он тоже плачет. И вот эти все слезы этого народа, всю ночь это были крокодиловые слезы, потому что они сжирали своего лидера, они сжирали его вместе со своими, с его откровениями и с божественной стратегией. И роптали и говорили, о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, и для чего Господь ведет нас в эту землю, чтобы мы погибли от меча, жены наши и дети достанутся в добычу. Откуда вы это знаете? Бог вам говорит одно, а вы придумываете совсем другое. Бог говорит, всякое место, на которое ступит нога ваша, я эту землю вам уже 400 лет назад приготовил. и люди начинают проповедовать, нести околесицу, откровения выкидывают, а начинают молву. Жены погибнут, дети погибнут, нас убьют, нас изнасилуют. Откуда вы это взяли? И главное, кто виноват? И главное, кто крайний здесь оказался? Моисей и Арон и сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. Вы знаете, это массовое умопомрачение, это шедевр дьявола, избранный Божий народ, почему мы говорим, не давайте вместо дьяволу, скажи мне, кто твой друг, кто формирует твои решения, кто формирует твое сознание? Они готовы были, вот, почти дошли до финиша. Давай другого начальника найдем и повернем назад. Я скажу, сколько абортированных Божьих благословений народ Божий имеет в своей судьбе, когда вот остается чуть-чуть, когда вот остается еще рукой подать, вообще чуть-чуть, и все. Идеал поднимает такую конфронтацию, чтобы обесценить все, чтобы обесценить все. Кто-то борется со зверями в Ефесе и говорит во имя Иисуса, я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, эти великаны нам достанутся на съедение, а другие говорят, давай их убьем. Именно это произошло. И следующий, шестой стих, Иисус сын Ави Нехалев, из тех, кто осматривал землю, разодрали одежды и сказали всему обществу сынов Израилевых, успокойтесь, земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то ведет нас землю и даст нам эту землю, в которой течет молоко и мед, только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли этой, ибо Он достанется на нас сиденья, защиты у них не стало, а с нами Господь не бойтесь. Это вот был, это была не молва, а это была провозглашенная вера, что Бог на нашей стороне, Он же не шутит, Он же с нами, нас же не разводил. И дальше реакция, и сказала все общество, и сказала все общество, побить их камнями. Боже, в чем же провинились Халев? В чем же провинились Халев и Иисус с нами? Они провинились в том, что они продолжали двигаться Божьим курсом. Друзья мои, не всегда большинство говорит об истине и правде. Этих парней было всего лишь двое, и Бог был на их стороне. И дальше, хотели побить камнями, но слава Господня явилась в скинье собрания всем сынам Израилевым. И перелистываем страничку 14 глава и 37 стих. Сии, распустившие худую молву о земле, умерли, быв поражены перед Господом. Только Иисус сын Новин и Халев сын Иефонин остались живы из тех мужей, которые ходили осматривать землю. На чьей стороне будет Господь? Кого Он будет защищать и кого Он будет хранить? Худые сообщества развращают добрые нравы. Запомните, чем ближе ты к своему успеху, чем ближе ты к своей победе, чем ближе ты к своей обетованной земле, тем более жесткой будет конфронтация. И нам нужны, друзья, сегодня вот такие собрания, чтобы мы перед Богом могли говорить Бог, помоги нам войти в обетованную землю, помоги нам Господь овладеть той землей, которую Ты даешь нам, и чтобы никакие тощие коровы не сожрали нас, и чтобы никакие худые сообщества не развратили нас. Друзья мои, как мы верили, так мы и продолжаем идти. Вы знаете, за этот, пожалуйста, выключите телефон, я умоляю, звенит же, все слышат, за 23 года, сколько новое поколение существует, за этот срок, как мир поменялся, Боже мой, я бы хотел подчеркнуть, христианский мир поменялся, откровения церквей поменялись, маршруты церквей поменялись, видение церквей поменялось. Благодарите Бога, что вы в той церкви, которая за 23 года сохранила курс, цель, бренд и обитованную землю. И какая бы конфронтация ни была, какие бы слухи ни ходили, худая молва ослабляет сердца, я знаю, и мне тяжело, и тебе тяжело, но, друзья мои, давайте уходить во святилище, встречаясь с Богом, и Бог во святилище будет говорить, восторжествую, восторжествую, у меня все остается в силе, землю возьмем, и все, что вам принадлежит, будет ваше. Защитите свою веру, не позвольте никому растерзать ее на клочки, никому не позвольте растоптать ваше жизненное убеждение, прекратите общаться с теми, кто распространяет худую молву о церкви, об откровениях, о стратегии, о служителях, уберите из своего окружения распространителей и вирусоносителей отступничества, окружите себя теми людьми, которые любят Бога, и которые говорят, если Он довел нас до сегодняшнего дня, то завтра мы увидим, мы станем матерью тысячи церквей, мы с вами увидим потрясающее пробуждение, наша церковь переполнится, слава Божья придет, и чудеса будут наполнять каждую церковь, амин, я вдохновляю каждого из вас, даже если кто-то стал отчасти уже жертвой этой дезинформации, траванулся, мы молимся для того, чтобы все эти токсины ушли, чтобы вся эта зараза ушла, чтобы в нашем котле не было смерти, чтобы в нашем котле была жизнь, давайте питаться Божьими откровениями, давайте строить эту стену, как боролись со зверями, давайте бороться и побеждать их, давайте докажем всему миру, что мы любим Господа, что мы новое творение во Христе Иисусе, и то, что тот, кто в нас, он больше того, кто в этом мире, к святым и дивным Твоим, которые на земле, к ним все желание мое, пусть вокруг нас будут богобоязненные, посвященные, благословенные люди, амин. Субтитры сделал DimaTorzok